Меня зовут Ирина Витальевна Стефановская, я фитотерапевт. В прошлый раз я давала рецепт с отваром овса, рассказали, как приготовить, при каких заболеваниях идёт. Речь шла о аписторхозе, и мне бы хотелось дополнить тем, что по моим наблюдениям, вот этот рецепт, он помогает при любых видах гепатита. Это гепатит А, гепатит В, гепатит С. Были наблюдения, какое влияние оказывает этот сбор на состояние печени. То есть случалось в моей жизни так, что приводили людей с плотной печенью, и когда уже говорили, что плотная печень, это уже цирроз, и человеку недолго осталось жить. Хотя человек был 35 лет. После вот этого сбора, при встрече на фитообществе, ко мне подошёл тот человек, который мне так говорил, и сказал, ну да, стало помягче печени. Ну что ты думаешь, что только твой овёс, что ли, помог, мы тоже что-то делали? Я говорю, ну вы делали, но ответа не было. Прошло три недели, и у человека печень стала мягкая, нормальная. Поэтому это касается буквально всех. Вот если в наших передачах, которые мы только начинали, особенно аскоридоз, вы там посмотрите, да, анкилостому, это те паразиты, которые имеют миграционную фазу, они мигрируют через портальную вену печени, то есть печень, печень нам нужно разгрузить от того, кого уже печень как бы смогла ликвидировать. Но остаются вот эти вот яйца необезвреженные, допустим, личинки, иммунитет снижается, и печень ей уже самой не справится. Так вот этот вот отвар, он восстанавливает углеводный обмен, жировой обмен. Помните, я вам просто обо все расскажу, но это более широкий спектр, и более быстрое такое воздействие идёт. Значит, белковый, жировой, углеводный. То есть если человеку никак не похудеть, я хочу ещё, кстати, сказать, что когда мы, допустим, работали с людьми более такими плотными, с большим весом и так далее, они, естественно, все стройнели, потому что восстанавливались вот эти все обмены, восстанавливалось железо, которое теряется. Вот эти 4 грамма, если их нет, то это плохо для всех. Поэтому идёт восстановление вот этого всего. Это база, когда идут какие-то серьёзные заболевания. Вот, меня дальше ещё что спрашивали? Вот я пропила этот овёс или пропила этот овёс. Да, мне стало легко, мне стало хорошо. Можно ли я ещё буду пить? Я всегда говорю, пейте сколько хотите, но больше недели вы не пропьёте, потому что организм наполняется витаминами, микроэлементами, которые содержат вот этот вот овёс. Ну, пробьёте ещё недельку, самая большая, ну, дня 3-4, и всё. И вот как отрубает потом, не хочется этого делать. Поэтому знать вы это должны, рецепт должен быть в каждом доме. Это не я его придумала, это я взяла у Ильина, фитотерапевта, и его просто стало таким пропагандистом вот этого сбора. То, что вот хотелось сказать о триматодах. Есть ещё, значит, один вид, который тоже серьёзно может поражать печень. Это фасциологи патика. Фасциологи патика – это гигантская двуустка. От чего можем получить вот эту вот как бы заразу, да? И чем это опасно? Фасциологи патика передаётся через коровье молоко, некипячёное. Каким образом она попадает в коровье молоко? Значит, на заливных лугах особенно, когда вот заливные луга, и там пасутся коровы. Сама корова, ходя вот по высокой траве, на вымя приклеиваются вот эти вот фасциолки. И если, допустим, хозяйка не промывает вымя, то человек вместе с сырым молоком проглатывает это всё. И вот это вот, ну, грубо говоря, она вот как рыбка попадает в протоку, а потом вот так вот свои эти расставляет и не выйти. Если даже она захочет выйти, то сильно ранят протоки печёночные. И то же самое идёт потеря железа, если этот паразит находится. Поэтому вот этот овёс, он тоже применяется при фасциоле гепатики, при трематодах, то есть при плоских червях. Несут они огромное количество яиц. При апистархозе, даже если лечится официально, полного излечения может не наступить. Иммунитета к этому паразиту нет у человека, поэтому он может заразиться в любой момент, если он опять начнёт нарушать своё питание, включая там воблу с пивом, привозную рыбу какую-то. Вот мы тебе из Сибири, туда, с Дальнего Востока привезли, откуда-то ещё. И если рыба заражённая, вы ещё раз можете заразиться. И это не факт, что это очень хорошо. Поэтому овёс, почему так долго останавливаюсь, это основа разгрузки печени, улучшения всех обменов. Вот это вам нужно чётко понимать. Я думаю, что о трематодах мы пока больше говорить не будем, вот именно по апистархозу. Главное здесь последствия, понимаете? Это повышенное давление, это может быть пониженное давление. То есть скачки давления, говорят, принимайте то-то-то постоянно, чуть ли не пожизненно. Травы никакие не пейте, гепатопротекторы не пейте. Да, иногда гепатопротекторы вредят, и это совершенно верно. Поэтому тут должен быть грамотный специалист, который подскажет, а с чего начать, когда включить это, когда включить это. И ещё хотелось предупредить тех, кто будет принимать овёс, если вдруг вы начали принимать овёс, вот этот отваров со стравами, и вдруг у вас изжога, или вы не можете, вот я так начинала, у меня не шло, а муж спокойно выпил. Если есть эрозии на слизистых, желудка, 12-перстной кишки, то вначале нужно принять всё-таки обволакивающее, а только потом пропить вот этот основной овёс. Чем можно убрать эрозии на слизистых? Желудка, 12-перстной кишки, тонкой, толстой и так далее. Это семена льна. Семена льна, они работают действительно как противопаразитарное средство, и их можно готовить по-разному. Есть несколько видов и способов применения. Значит, в любом случае, я советую, когда вы купили коробочку с семенами льна, на горячей сковородке всё-таки их 2-3 минутки надо прокалить. Прокалить нужно их, да? Вот. И тогда эти семечки можно не молоть. Но лучше всего всё-таки использовать порошочком. Размалывать этот состав, эти семечки, и принимать. Первый, значит, способ. Вот вы чуть-чуть поджарили, на кофемолке вы смололи, положили в отдельную посудинку, тоже баночка с крышечкой, и можно даже брать на работу. То есть принимать нужно за 15 минут до еды. Если у вас изжога, если у вас вздутие в животе, до еды за 15 минут. Можно ложечкой просто в рот положить и запить, только тёплой водой, не холодной, не газированной. Тёплой водичкой запили за 15-20 минут до еды. Потом идёте обедать. Вообще, по классике, нужно, вот сколько раз вы едите, столько раз нужно вот это семя льна и принимать. То есть лён, что это лён? Это из льна делают хлопок, ну, льняные вещи красивые. Вот этот лён, он как бы нам зашивает, ну, грубо говоря, вот эти все порванные, слизистые, всё восстанавливает. Поэтому лён в своей, как бы, фитоаптечке нужно обязательно иметь у себя дома. Это и детям подходит, и взрослым. То есть если вдруг вы понимаете, что у вас вот этой эрозии, вы не можете пить овёс, значит, мы переходим на некоторое время на лён. Но я думаю, что мы дальше будем ещё рассказывать вам рецепты. А сейчас я пока заканчиваю. Меня зовут Ирина Витальевна Стефановская. Я фитотерапевт. Желаю всем здоровья. Продолжение следует...